друзья и снова привет у нас сегодня трек терем по четвергам как обычно была пауза связанная с моей болезнью но вот сейчас все нормализовалось я свеж и бодр и здоров и с новыми силами бросаешь в бой итак друзья это трек терем и что же такое трек терем но трек это вообще встреча онлайн на один час мы встречаемся на один час а терем это аббревиатура территория исполнения мечты и что же у нас здесь происходит если вы смотрите этот запись первый раз а происходит у нас следующее сейчас я рассказываю в течение трех-пяти минут буквально что такое трек и что здесь будет происходить потом мы согласуем наши встречи и начнем ну и так что же что же собственно говоря такое трек терем это встречи как я сказал на один час и темы встреч это развитие людей в самом широком смысле это и навыки и компетенции и мышление и способности и таланты и восприятие и осознанность мы также мы ищем формулируем гипотезу своего призвания предназначения мы разговариваем про технологии самоорганизации команд и разговариваем про поиск и создание своего дела дела основанного на своем призвании или мы называем его дело призвания ну а цель трека собственно говоря перепылиться опытом и поддержать друг друга на пути самореализации каждого из нас и цель 2 это выработать найти оптимальный коммуникационный формат и чата и трека для достижения цели 1 ну то есть с этими словами все сказано мне сложно что-либо добавить мы обмениваемся опытом и поддерживаем друг друга в том в части самореализации то есть в части раскрытия своего потенциала своих талантов своих смыслов правила трека все очень просто то есть у нас сейчас будет короткое знакомство на случай если обычно идет короткое знакомство если есть новые друзья или мы скажем в двух словах для тех кто нас смотрит после этого мы объявляем и согласуем список вопросов на трек у нас три вопроса по 15 минут обычно а дальше в рамках выделенного вопроса то есть человек задает вопрос и 15 минут мы поддерживаем поддерживаем человека задавшего вопрос человек сам определяет каким образом он будет проводить свои 15 минут то есть это может быть и обратная связь на свои идеи мысли или проекты или мозговой штурм или может быть какой-то конкретный вопрос есть у участника конкретному участнику или что-то еще по вашему желанию в любом случае мы здесь все собравшиеся делимся своим опытом своими мыслями идеями относительно вопроса который задает человек ну и в конце у нас короткая обратная связь от участников трек вот так это происходит вот так это происходит каждый четверг примерно в одно и то же время ну что ж дмитрий а нас с тобой сегодня двое мы ждем джокси бека надеялся что он присоединиться по ходу дела но он не присоединился но он не присоединился поэтому мы с тобой начинаем сами но на случай если эту запись будут смотреть большое количество людей скажи про себя пару слов скажи что тебя вдохновляет и чем-то занимаешься по жизни так я там еще раз микрофон и потыкал меня слышно да слышно в основная профессия программист не основная байкер и уже начинающий музыкант давненько уже интересует тема финансов в плане финансов не ну и скажем так и традиционных и и и уже можно сказать нетрадиционных немножко подкованы биткойне в криптовалютах не сильно далеко может быть даже где-то поверхностно ну на своем уровне данному проекту присоединился потому что знаю дениса немножко знакомы в общем-то провели несколько треков в общем-то интересно процессе рождается проект верим новая его инкарнация наверно ну вот вкратце хорошо спасибо ну я напомню меня зовут роды денис я очень вдохновляюсь темой самореализации людей и своей собственной и у меня есть мечта каждый человек на планете земля имел дело своего призвания дело основано на своем призвании дело призвания и это меня офигенно вдохновляет я верю что можно работать а можно работать и действовать так чтобы это приносило удовлетворение и радость и смысл и доход и получать удовольствие от того что ты делаешь вот в этом меня это меня вдохновляет больше всего и этим я занимаюсь вот уже с разной степенью осознанности последние 20 лет ну что ж тогда у тебя есть вопрос ну да ну ты сам посмотрел информацию по деньгам по этим да я посмотрел давай сформулируем вопрос ну давай придерживаться попробуем придерживаться формата даже вдвоем то есть твой вопрос это про свободные деньги и мы сейчас про это поговорим 15 минут а мой вопрос будет магазин терем давай и про это тоже поговорим ну то есть у нас тобой это два связанные две связанные темы мы с тобой стартанули активности проект давай обсудим все чем мы можем судить в первой теме я работаю на тебя в большей степени ну или ты задаешь собственно говоря тон и весь разговор а во второй теме работаем на меня я за я в большей степени сдаю тон и разговор ну давай так давай тогда стартанем у меня вот если честно перед глазами ну да если часы которые стоят ну за сети время пожалуйста на 15-25 мы с тобой менять давай смотри мои мысли какие посмотрел тоже обновил память маленько смысл какой деньги дешевеют за счет этого они максимально быстро оборачиваются но за счет того что они портятся в кавычках они очень быстро меняют хозяев то есть нет функции накопления одну она существует но она нивелируется как раз таки вот этим так называемым дэмериджем что применительно если к нашему проекту два вопроса первый вопрос ты предлагаешь каждому человеку на входе давать определенное количество денег для меня пока вот этот вопрос мне понятен и опять же либо вводить эти деньги то есть на начало допустим мы как сайт терем там компания заказываем какие-то сторонние услуги для себя и мы можем тогда рассчитываться с людьми вот этими виртуальными деньгами просто так раздавать не совсем корректно не совсем мне кажется но они не будут представлять ценности люди будут просто считать их фантиками ну я просто посмотрел тоже вот скидал ты почему-то не читаешь от меня телеграм не знаю почему не может быть давай сразу это сами вот есть конкретный опыт применения этих денег но там то есть эти деньги имитировались скажем так производителям я видео частично посмотрел который сбросил тема свободных денег она наиболее хорошо представлена в википедии они то прям так и называются свободные деньги но я скидал сегодня ссылку да 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 и вел их гизель гизель но мы сбросим ссылку для тех кто захочет она она есть в общем чате да и и здесь описываются разные опыты и в час в частности опыта вот рустама давлитбаева которую ты мне ссылку сбросил про эти деньги но давай еще раз по сути то есть цель нашего сообщества это самореализация каждого из нас, то есть развитие. Развитие подразумевает собой получение нового опыта. Мы собираемся все вместе не для того, чтобы заработать деньги, а мы целью нашей коммуникации и всех действий является развитие каждого из нас, причем в той области, в той теме и в той стороне, которая каждому интересна. И мы коммуницируем исходя из этого. При этом нашей целью также является и получение дохода. Получение дохода. То есть идея еще раз про свободные деньги, которые мы хотим ввести. Почему я хочу их раздавать? Ну, сейчас кто мы? Мы никто. Извательность никак. То есть... Нас два с половиной. Уфера. А, два с половиной? Да, два с половиной. Я тут минус считаю. Ну, то есть, нас мало, короче говоря. Вот. И все, что мы на ранее, на ранее, на ранее стадии. Поэтому, если... И мы делаем магазин терем, то есть, где люди приходящие, приходящие в наше сообщество, приходящие в магазин, будут описывать свои услуги, описывать свои услуги. А я как бы... Идея это простая. То есть, когда человек приходит в сообщество, он выставляет свою услугу внутри сообщества и выставляет стоимость на... Ну, стоимость в свободных деньгах в том числе. То есть, он может выставить услугу там за тысячу рублей, тысячу рублей и 20 мечталев. Вот наши вот это внутренние свободные деньги называются мечталев. То есть, тысячу двести... Тысяча рублей и 200 мечталев. Или там, любое количество мечталев. То есть, короче, когда... Идея это простая, что когда мы дали людям деньги... И если я вот сейчас все больше склоняюсь к тому, чтобы включить вот этот отрицательный процент, о котором ты говоришь, потому что, ну, чтобы люди деньги не накапливали. И это правильно. Ну, то есть, мы включим отрицательный ДМРЭДЖ... 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 ДМРЭДЖ, как я это забыл. И... Все правильно. Человек пришел, мы ему говорим, заходишь в магазин, на тебе тысячу мечталев. Оно у тебя есть на твоем расчетном счете. Ну, на твоем счете. Ты видишь, что у тебя тысячи мечталев. Ты выставляешь услугу, ты выставляешь услугу, свою услугу, или заходишь в магазин и можешь, и думаешь, куда тебе эти деньги потратить. Они у тебя есть, и ты знаешь, что, собственно говоря, они будут уменьшаться. И идея, почему они будут уменьшаться, не для того, чтобы ты их накапливал, а с того, чтобы ты зашел, вот тебе тысяча, вот там конкретные люди, у них конкретные услуги, трать, вот прям трать, собственно говоря. То есть, они у тебя есть, и ты можешь зайти их потратить. И я думаю, ну, моя гипотеза и мотивация, что человек, получивший деньги, если мы включаем вот этот свободные деньги дизеля, дизеля, то человек зайдет и думает, так, получил, хорошо, что там есть. Заходит и смотрит, что есть в магазине. И видит, что, о, там предлагают что-то за деньги, ну, то есть, частично за деньги, частично за мечтали, а может быть, что-то полностью за мечтали. И он говорит, надо их срочно потратить, потому что они обесценятся на какой-то процент в следующем месяце. И он их тратит. Но самое важное, не то, что не он тратит деньги, самое важное, что происходит коммуникация. То есть, люди, выставляющие свои продукты внутри магазина, это продукты, через которые люди развиваются. То есть, это продукты, которые людям делать интересно, которые их развивают. Возможно, там не супер-дуперного качества в начале, но это точно продукт, через который человек, это ему интересно делать. Я, как бы, общую концепцию понял, у меня больше технические вопросы. Давай. Технического плана. Общая концепция, ты ее разделяешь, ну, принимаешь как таковую? Да, да. Нравится тебе? Давай так, будем считать, что мы отрицательный процент, то есть, вот этот ДМРЭЧ и деньги Гизеля, мы его включаем. Сколько это будет, это отдельный разговор, но мы его включаем. Я думаю, это офигенно правильно. Первый вопрос. Инфляцию мы можем сделать любую. Любую, в смысле, в процентной ставке и любую во временном. То есть, мы можем обесценивать деньги раз в месяц, мы можем обесценивать их каждый день. Да, технически это будет дата. То есть, сколько времени, через какой промежуток времени, на какой процент они уменьшаются. Да. Да, чисто технически это да. Второй момент. Они уменьшаются, либо просто, ну, тают, сгорают, либо они, вот этот вот минус, который они сгорели, допустим, со 100 рублей сгорело 2 рубля, ну, мы читали, они переходят в банк. Они переходят не в банк. Я предлагаю, чтобы... Либо они просто сгорают. Но если они переходят в банк, подожди, если они переходят в банк, то тогда мы можем отказаться от благодарственного платежа. Ну, наша же цель не зарабатывать, тоже. Потому что было, когда вот в одном из экспериментов, там у них было, то есть, это в третьем эксперименте только Шаймундинова, да, они таяли. А в другом эксперименте их нужно было каждый месяц покупать марки и наклеивать, что, по сути, ты приносишь опять деньги, ну, в банк, в банкомитент. Если ты не выкупил эту марку, то, соответственно, твоя деньга, ну, в любом случае, тает. А если ты выкупил марку, то тогда по номиналу. Мне идея нравится. Давай ее покрутим. То есть, отказаться от благодарственного платежа, как лишней сущности, это идея хорошая. Что нам нужно, что мы хотим в итоге? То есть, деньги падают, есть банк, есть мечтолярии, откуда деньги берутся и куда они возвращаются. То есть, оттуда они берутся и туда они возвращаются безвозвратно. Это мечтолярий. А есть теремок. Теремок – это расчетный счет команды терем. То есть, люди, которые делают что-либо для всей команды. Ну, так же, как личный счет, только командный. Такой же личный счет, только командный. То есть, оттуда люди получают вознаграждение за какую-либо работу, сделанную, ну, за какую-то работу, сделанную для всех. То есть, ну, допустим, вот тот самый сайт, ну, для примера. То есть, вот тот самый сайт, который ты будешь делать. То есть, сделав этот сайт и поддерживая его, ты из вот этого теремка, из общика будешь брать себе вознаграждение в мечталиях. И их же обменивать в магазине на какие-либо услуги для себя лично. То есть, и в этом смысле, что важно. То есть, нам, я смотрю на это, вот знаешь как, есть куча интересных игр, в которых там есть понятие баланса в игре. Если там одна королева мочит всех, и, короче говоря, все эту королеву, ну, начинают, как бы, покупать, к примеру, то вес королевы со временем нужно уменьшить, чтобы был баланс и интерес в игре. И мой подход, то есть, нам нужно, мой подход, нам нужно включить хороший баланс. Цель, чтобы был оборот, оборот услуг, чтобы был оборот услуг и оборот действий по созданию, оборот услуг и оборот действий по созданию вот этой ценности. Причем очень важно, ну, ты понимаешь, когда, почему я хочу полностью открыть обороты, все обороты по всем. Почему я хочу это открыть? Чтобы люди точно понимали, что я сейчас это делаю, и то, что я делаю, то, что я получаю, и то, куда я это отдал, это всегда внутри сообщества. То есть, это всегда внутри сообщества, и это всегда действия, которые мы сами на себя и замыкаем. Всегда и все время только сами на себя замыкаем. Таким образом, ну, то есть, вот эта цель, и цель вот этих действий мы поддерживаем друг друга как раз тем, что друг у друга покупаем услуги, взаимодействуем, договариваемся и так далее. Вот в чем, ну, вот как бы цель. Поэтому, там, возвращаясь обратно, я снова, то есть, главная цель – это баланс. То есть, какое-то количество денег должно быть, ну, вращаться между людьми, какое-то количество денег должно попадать в теремок, благодарственным платежом, либо вот этим демереджем. И этих денег должно хватать на то, чтобы люди, которые хотят сделать что-то полезное для всех, для всех, то есть, что-то полезное в какой-то сделать вклад, они этот вклад делали и получали благодарность, ну, вознаграждение за этот вклад, этими же самыми мечтали. Ну, идея, нет, идея – это понятно, я больше к техническим вопросам, мне просто в голове, чтобы это все устаканилось, понимать… Как мне это реализовать технически? То есть, если, вот смотри, первый вариант – деньги просто сгорают, просто уменьшается баланс. То, ну, условно говоря, через 2% в месяц, да, то через 48 месяцев баланс обнулиться. Деньги просто нет ни у кого. Да, опять же, 2% в месяц – вот первоначальная сумма. Потом они перемешаются, это будет сложнее учитывать, потому что суммы будут разные, не чисто 100-рублевые или 200-рублевые, то есть, не будет как таковых банкнов. То есть, это, ну, более сложная математика. Если мы от текущей суммы 2%, да, ну, это уже другая математика. Если мы их перечислили… Я понимаю, что ты перечисляешь варианты. Ну, было бы очень круто, если я получаю «Мечтали», я их получил за проданную услугу, что я точно знаю, допустим, что у меня месяц они не обесценятся. У меня есть спокойный месяц на то, чтобы, не потеряв их, их куда-то потратить. Было бы очень здорово, если бы мы на каждую транзакцию, чтобы у каждой транзакции время было персональное. То есть, у каждой транзакции персональное время. Ну, и, соответственно… Что это… Подожди, что это значит? Ну, я понимаю, что это сложно реализовать, но мы сейчас давай проговорим идеальный момент. Нет, 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 я понимаю, нет. Кассовая книга пришло-ушло, то есть, она будет одной таблицей. Если ко мне деньги пришли, как только они ко мне пришли, у меня включился счетчик на эти деньги, счетчик включился на эти деньги в течение месяца. Ну, давай так, скажем, месяц и 2%. Смотри, нет, фишка в том, как раз-таки вот этих 2%, что оборот начинает расти как раз-таки к концу месяца. То бишь, ну, рассказываю на примере Шаймуддинова, люди держат 27 дней эти деньги, и к концу месяца они приходят и отовариваются в местном магазине. И эти деньги обесцениваются в магазине уже. То есть, как мы с тобой, если вот у меня есть деньги, я пришел, я прихожу к тебе за услуги. Да-да, я понимаю, привязка идет к бумажкам, а у нас привязка будет идти к бумажкам. Но у нас же деньги электронные, то есть нам бумажки-то не нужны, их не будет. Подожди, смотри. А, то есть, ты предлагаешь, вот у тебя есть условно на счету 1000 рублей. Мы с тобой о чем-то договорились, я тебе перечислил 100 рублей. От этих 100 рублей от даты платежа пошел месяц. Через месяц эти 100 рублей, то есть 1000 рублей мы высчитываем отдельно, она у тебя по другой дате дисконтируется, а 100 рублей дисконтируется по дате перечисления. Еще раз, откуда 100 эмок, давай эмки, эмками их будем называть. Давай эмки, да. Ну, я тебе заплатил за твою услугу 100 эмок. 100 эмок. Как только они ко мне пришли, 100 эмок у меня висит, и исключается счетчик. Через месяц, если я эти 100 эмок не потратил, через месяц эти 100 эмок стали 98. И исключился новый счетчик. Смотри, это будет немножко сложно в том плане для работы программы. То есть, со временем все больше и больше будет транзакций. И со временем, то есть, в крипту придется, ну, грубо говоря, каждую секунду прогонять все эти транзакции, смотреть, какая из этих транзакций вот сейчас уже истекает месяц. И со временем деньги будут дробиться и перемешиваться, и обслуживание вот этого всего будет занимать, ну, большую часть вычислительных ресурсов. Ну, да, да, я понимаю это. Но у нас... Мы можем, мы можем, мы можем просто... Ближайший год-два, я думаю, у нас, ну, не будет столько там, там, транзакций. Вот. Смотри, мы можем... Подожди, мы... Нет, погоди, давай, ты как бы... Давай вначале саму идею. То есть, мне кажется, что, если время будет вот этот месяц и эти два процента будут приходить на транзакцию, на транзакцию, то есть, я деньги получил, и идея-то в чем? Ты должен именно те деньги, которые получил, в течение месяца их отдать. Если я их в течение месяца потратил, то я деньги не потерял. Если все люди, деньги получив... Я получил деньги за услугу, мне в течение месяца потратил. И завтра потерял. Почему завтра потерял? Нет. Ну, нет, если по первому варианту, что мы дискомптируем всех раз в месяц. То я, естественно, трачу самую дальнюю... Ну, самую дальнюю. То есть, ну, система автоматически берет самую дальнюю дату. То есть, из этих денег начинает вычитать. То есть, это будет очень сложно. Я говорю, со временем деньги поперемешаются, и у тебя будет, допустим, вот эти тысячи мечталиев, да, они будут состоять из 30, ну, условно, 40, там, допустим, да, транзакций. И, во-первых, ты сам не сможешь спрогнозировать... Но система должна подсказывать. То есть, она... То есть, если у меня... Свою инфляцию. Я смотрю, какая сумма, через какое время у меня... погасится. Смотри, нам легче тогда дисконтировать каждый день. Раз в сутки, в 0-0 минут мы дисконтируем просто все деньги на... Ну, 2% деленное на 30. Чтобы никому не обидно было. Ну, тоже вариант. Можем их раз в неделю дисконтировать. Но все деньги. И тогда, в принципе, не особо будет важно, у кого они... Они у меня потеряют стоимости, у тебя потеряют стоимости. Ну, не так, чтобы... Ну, раз в месяц они приняли просто потому, что им так проще. И людям проще, и это бумажные, они там на калькуляторах это все считают. То есть, прикольно. Получается, каждый... Каждый день, ну, тогда уже день, к примеру, со всех просто суммы остатков снимается дисконт. И этот дисконт уходит в команду, ну, в теремок. Опять же, смотри. Ну, вот мы же рассуждаем с тобой. Смотри. Тогда, на начале этапа, у нас, когда много денег в системе, да? Ну, они все в системе, и у теремка нету. Нету денег, да. Подожди. Мы получаем, как бы, больше денег. Со временем эти деньги, так или иначе, они переплывут все в теремок. Да. Как они из теремка уходят? Из теремка они уходят на... Ну, так же на услуги могут. То есть, чисто гипот... То есть... Подожди, а теремок, а теремок же тоже будет дисконтироваться? А куда из теремка деньги будут переходить? Нет, теремок не дисконтируется. Вот и началось. Давайте играть все по правилам, по одним. Смотри, я предлагаю такую систему. Я предлагаю дисконтировать все и у всех. в теремок перечислять вот этот благоплатеж, но определить его, ну, допустим, условно, один процент от транзакции. Условно. У нас разрывается. У нас тогда... Подожди. Давай до конца. Но... 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 Так же его... Его брать с... Продавца. Просто это... Ну, не делать одной строкой, да, сейчас, а просто, когда человек будет в своем личном кабинете, он будет видеть, что пришла транзакция, там, условно, в 100 мечталев, и из этой тысячи, ну, из этой сотни вычтен 1% просто обслуживания транзакций. Назовем это так. И перечислен на счет Теремка. Вот это 1 мечталей. Но этот 1 мечталей, он также и в Теремке будет дисконтироваться. А весь дисконт, вот то, что оно продисконтировалось, ну, условно, там, тысяча мечталев общего, всего у всех, оно продисконтировалось, и оно перечисляется как раз-таки в мечталярий назад. Но ты понимаешь, что со временем все деньги исчезнут? Нет. Вот при такой схеме... Как они будут появляться в системе? Вот они, смотри, вот в мечталярий. Мечталярий выпустил тысячу мечталев. Разделил, зашли 10 человек, ну, условно, сначала, да? Разделил по 100. У каждого по 100. мы как-то взаимодействуем, они у нас каждый день утекают опять в мечталярий. Ну, по сути, процент банковский получается. Но они утекают каждый день, и они утекают обратно в мечталярий. Кто-то новый зашел, мы ему опять соточку дали. И у нас тогда количество денег останется тысяча. Ну, либо до эмиссии, ну, допустим, раз еще 20 человек зашло, да? Ну, выпустим еще две тысячи мечталев. Смотри, я тебя слышу. Но они... Интересный, да, интересный вариант тоже может быть. Потому что, потому что одна из концепций, одна из концепций в том, что денег должно быть определенное количество, то есть их, мы можем их и миллионы, и миллиард выпустить. Но их тогда будет очень много, и они будут очень, ну, обесценены. Если мы установим, ну, условно, там тысячу, пять тысяч, да, на человека. Зашел, имитировали, да, ну, вот по твоей схеме. Вышел, изъяли из оборота. То есть, если в мечталярии есть, там, ну, условно, на балансе мечталярия это, ну, лишняя тысяча, то есть человек вышел, это тысяча, ну, соответственно, да, сожгли ее. Безвозвратно. Но на тех, там, допустим, 10 оставшихся участников мечтали, плюс их личные счета, осталась сумма неизменная. Но распределена, распределенная другим образом. Смотри, мне нравится эта идея, и вот чем она нравится. Мы же можем к эмиссии делать денег одновременно на всех в равной сумме. Если денег стало не хватать, а мы чувствуем, что, ну, мы хотим общаться, а денег нет, мы просто взяли и по тысяче раздали каждому. И снова у всех деньги. У меня, то есть, у нас этот инструмент тоже есть. Понимаешь? Да, мы можем экспериментировать, действительно. Нам сейчас нужно заложить саму схематику. То есть, нам нужно заложить мат-модель. Заложив мат-модель, выбрать ключевые, ну, вот эти вот рычажочки, которыми мы будем ловить баланс. И которыми мы будем ловить баланс. И баланс мы этот будем ловить, возможно, даже всеми вместе, ну, то есть, всеми вместе. Если цель запустить, ну, цель максимальное количество взаимодействия друг с другом. это цель. Если у нас денег не хватает, мы просто делаем эмиссию на всех. Раз, всем раздали по тысяче эмок. У нас снова куча денег в системе. Потом они опять, они начинают убывать, они убывают в теремок, из теремка дисконтируются, убивают обратно в мечтолярий. количество денег. Не совсем, не совсем, подожди, подожди, не совсем так. Теремок это просто такой же, скажем так, пользователь. У всех дисконтируется и у теремка дисконтируется. То есть, скажем так, пользователь на общих основаниях. Я согласен с этим. Ну, просто ты понимаешь, что если у нас из мечтолярия деньги выдаются, человек на вход пришел, ему раз, денежки выдались на входе. Все, он их получил, зашел в магазин, так думает, где бы потратить. И он знает, что каждый день у него определенная сумма чик-чик-чик-чик-чик снимается. Он понимает, надо вложиться. То есть, как только он вложился, ну, как только он вложился, он получил свою услугу. Деньги получил либо человек, либо, ну, мне нравится, да, на самом деле. То есть, если у нас произошла ситуация, при которой деньги снова все утекли в мечтолярий, мы делаем эмиссию на всех, это классно на самом деле. Если вдруг так случилось. Ну, возьмем. Ну, а подожди, а при ситуации, что, допустим, ну, ты стал олигархом, все деньги у тебя, и у остальных участников там, ну, по 100 рублей осталось, и они не могут ни у тебя ничего заказать, но у тебя денег в избытке, там, допустим, у еще у кого-то денег в избытке, а остальные сидят в минусе, ну, в нолях. Смотри, сидят в минусе, в нолях, как человек может получить мечтали? Он может получить мечтали, продав свою услугу, раз, выставив ее в магазин. а ты сидишь, тебе не надо, они у тебя сгорают, но ты их не тратишь. Ну, смотри, есть два просто, ну, мы просто понимаем, что можно, мечтали и получить при входе, мечтали и можно получить, выставив свою услугу в магазине, и мечтали, можно получить работой внутри команды Терем. Ну, то есть, три источника, три источника. Ну, на крайний случай, мечтали и можно купить за деньги у тех, у кого они есть. Если кто-то, ну, у нас появится, ну, такая возможность есть, то есть, если она есть и существует, что ее запрещать? Мы ничего запрещать не будем. Просто услуга, услуга перевод, а также, также с благоплатежом? Нет, люди там будут передавать их друг другу, ну, то есть, без, без, всякого, то есть, если, ну, смотри, подожди, у нас есть оказание услуги, это транзакция, правильно, за которую мы берем определенный процент, ну, условно, один процент. Вот денег, по сути, по сути, смотри, это же тоже оказание услуги, то есть, мне нужны деньги, я могу тебе скинуть их на карту, а ты мне за это переводишь мечтали, но с точки, технически, технически, с точки зрения системы, компьютерной системы, это та же транзакция, просто основание будет не оказание услуги, а просто обмен или перевод денег. Так, у нас с тобой все время уже закончилось, но давай так, я свой вопрос снимаю, потому что давай этот добьем, он очень интересный, вот, поэтому спокойно, у нас еще есть 20 минут, до конца мы с тобой говорим только по твоему вопросу, давай допилем до конца, потому что это очень важно. Итак, то есть, смотри, у нас с тобой благоплатеж, может, ну, мы можем его встроить в систему, но сейчас я думаю, что если будет дисконтирование каждый день, то нам благоплатеж не нужен, не нужен, не нужен, если деньги будут сниматься каждый день, то это, ну, со всех денег одновременно снимается сумма и падает в теремок. Нет, нет, ты не понял. Дисконтируются, они падают в мечтолярий, а благоплатеж падает в теремок, как команде, обслуживающей сайт. То есть, есть центральный банк, есть государство, которое у центрального банка занимает деньги. То есть, мы оказываем услугу обществу. Это, ну, по сути, ну, вот, пришли два пользователя, да, ну, вот обычный сайт, да, пришли два пользователя, совершили какую-то сделку, заплатили, ну, один передал деньги, второй это, мы, как платформа, ну, обычный сервис, да, мы хотим 1% от сделки, ну, условно. за свою работу мы вложили труд, но мы не учитываем, допустим, ну, мы можем брать определенную сумму, там, не знаю, 10 рублей из транзакции. Тоже этот баланс мы можем покрутить, повертеть. Но, чтобы нам самим было интересно, то есть, команде, потому что, ну, то есть, ты предлагаешь, и, подожди, смотри, и мы будем, как это, кровно заинтересованы, да, чтобы у нас было больше транзакций, чтобы с этих транзакций мы, как команда, зарабатывали мечтолярии, которые мы сможем потратить. То есть, чем больше транзакций по 1%, тем у нас больше денег, тем эти мечтолярии сами можем потратить и вернуть их в оборот. Если мы не будем получать эти мечтолярии, мечтали, соответственно, нам неинтересно будет заниматься самим развитием этого сервиса. И если, благо, платеж будет уходить в мечтолярии. Понимаешь или не понимаешь? То есть, еще раз, я предполагал, что вот этот Демерейдж, он уходит в теремок, то есть, в общак. То есть, в общие деньги всех. Ну, то есть, в команду терем. В общие деньги всех. Ты предлагаешь, чтобы деньги уходили не в теремок, а чтобы деньги уходили, собственно говоря, в мечтолярии. То есть, они как бы изымались из оборота. Они портятся, да. Это как раз таки сумма, функция. Благоплатеж, ну, тогда как будет, когда ты, ну, тогда получается, что у нас будет благоплатеж за каждую транспорт. ты предлагаешь такой благоплатеж включить. Да. И этот благоплатеж будет перечитаться насчет теремка как команда обслуживающей сервис. Вот сейчас, ну, я понял. И у самого теремка также дисконтируется мечтали и мечтолярии. Если у нас денег не хватает, но если все деньги, тогда деньги будут испаряться очень быстро, понимаешь? Если они деньги у всех испарились, их не хватает, и новые люди не приходят, мы делаем эмиссию. Хоп, опять снова всем раздаем. Да, мы можем на праздник, на Новый год, на 8 марта. По праздникам деньги раздавать. Да. Вот. Смотри, я сейчас... Мы соберем статистику, мы же будем все это видеть, все перемещения и все остальное. То есть, я предлагаю первоначальную вот такую модель. Останавливаемся на 2% в месяц с ежедневным дисконтированием и останавливаемся на зашитом 1% благоплатежа, чтобы нам понять, во-первых, суммы транзакций. Ну, мы их и так, конечно, будем видеть, но чтобы было, скажем так, по-честному для всех. То есть, в сегодняшней модели, да, которые ты предлагал, сумму благоплатежа могут определять продавец-покупателем, но вычитается из продавца, но они могут ее двигать, варьировать. Я предлагаю ее немножко закрепить, в том плане, чтобы это было пропорционально и это было более, наверное, ну, один перечислил 50, мы читали, второй перечислил тысячу, мы читали. и как-то вроде услуга оказана обоим одинаковая, а выхлоп разный, а? Ты предлагаешь зафиксировать стоимость транзакции? Да, либо зафиксировать стоимость транзакции, можно даже в принципе, в принципе, мы можем ее зафиксировать не в 1%, а мы можем ее зафиксировать условно, ну, 10 мечталев там. Вот транзакция у нас стоит, вот как в биткоине, биткоин же не зависит стоимость транзакции от суммы транзакции? Вообще никак не зависит. Ты можешь перевести пол биткоина, можешь перевести тысячу биткоинов, и ты заплатишь одинаковые деньги. И в этом фишка биткоина, а? Ну, и тебе такой подход нравится? В принципе, да, потому что, ну, с другой стороны, у кого-то на 100 рублей сделка с него снимут 1%, а у кого-то на 10 тысяч сделка, да, и с него тоже снимут 1%, и это, мне кажется, ну, не совсем правильно. Потому что, чисто технически, с точки зрения, ну, работа выполнена одинаково, просто за одну ты получил 100 рублей, а за другую получил 1000 рублей. умеешь ты убеждать. Ну, хорошо, я согласен. То есть, ты предлагаешь зафиксить, тогда это, получается, стоимость транзакции, это не благоплатеж, а стоимость транзакции, стоимость транзакции константа, какая бы сумма не перешла, эта сумма снимается и попадает в теремок. Правильно? Да, да, переводится в теремок. Переводится в теремок. Окей, из теремка деньги дисконтируются, ну, дисконтируются так же, как и у всех, со всех счетов, деньги уходят в мечтолярий, то есть, как бы оттуда, откуда они взялись. То есть, количество денег все время уменьшается. И либо у нас... Нет, оно уменьшается в обороте, но общее количество денег время уменьшается. Нет. А как? Нет. Они, смотри, количество, общее количество денег в обороте уменьшается. На руках. Сумма всех денег на руках? А как? Смотри. Сумма всех денег на руках плюс мечтолярий константа. Стоп. Мечтолярий, он бесконечный. Подожди. Я предлагаю его зафиксировать. Вот мы можем его потом добавить, убавить. Но, смотри, подожди. Но нам проще. Ну вот, как это, первичная эмиссия. Выпустили 10 тысяч мечталев. Распределили. Ну, допустим, 5 тысяч раздали вошедшим членам, 5 тысяч оставили в мечтолярии. Зашло еще 5 человек, мы еще 5 тысяч раздали. В мечтолярии ноль, на руках 10 тысяч. Эти деньги дисконтируются, дисконтируются, но они перетекают назад в мечтолярий. Как в деньги в мечтолярии откуда возьмутся? Они дисконтируются из... Понимаю, почему 10 тысяч в мечтолярии денег лежат? Почему не 100? Мы сделали первичную эмиссию. Сели подумали, сделали 10 тысяч. Но, смотри, они со временем из рук перетекают в мечтолярий. Они, то есть, у людей их становится меньше. А мы можем сделать, что они будут сгорать, но нам тогда будет каждый раз надо будет делать эмиссию. Нам проще, чтобы они перетекали назад в мечтолярий чисто технически. У нас в мечтолярии должно быть два счета. Нет. Мы просто, смотри, зашло там 10 человек, мы 10 тысяч раздали. Через какое-то время с помощью Домореджа, допустим, тысяча мечтолиев перетекла назад. Давай так, на входе, допустим, тысяча эмок. На входе. Человек зашел, ему тысяча эмок передается. Да. Окей. Ему тысяча эмок передается. Допустим, мы решили и приняли, что периодичное количество денег в мечтолярии, как ты говоришь, зафиксировали, допустим, 20 тысяч. Ну, к примеру. Да. И мы 20, мы сказали, у нас в мечтолярии 20 тысяч. Все, это деньги ничьи. как бы все, они лежат в мечтоли. Это ничьи. Ну, оттуда деньги могут только выдаваться только новым входящим. Да. У нас пришло... Ну, либо раздаваться по каким-то акциям. Либо раздаваться по акциям, да. Деньги раздаются по акциям всем одинаково. Ну, да, возможно. Ну, это уже потом вопрос. Смотри, зашло 20 тысяч мы с тобой имитировали. Зашло у нас 15 человек. Хорошо. У нас сумма общая сохраняется 20 тысяч. Но они перетекают со временем, то есть люди не портятся, они перетекают в мечтолярии. Со временем, допустим, уже стало 25 человек, но денег все равно 20 тысяч общих. То есть у кого-то они сгорели, перетекли в мечтолярии, зашли новые люди, мы раздали опять по тысяче. В итоге, ну, если мы, конечно, видим, что у нас катастрофически не хватает денег, мы можем сделать с тобой доп. эмиссию. Нам никто не мешает. Если у нас, допустим, мы имитировали 20 тысяч, а у нас с тобой три коллеги, да, и из этих там 20 тысяч мы раздали 3 тысячи, а 15 тысяч просто так там 17 болтаются, ну, мы можем сжечь часть. Можем не сжигать. Не, сжигать, но нет такого сжигания. То есть, не сжигаются. Нет, смотри, мечтолярий это, как сказать, несгораемый банк, ну, или сгораемый банк. Они сжигаются у людей на руках, мечтолярий они перетекают из рук в мечтолярий назад. Но общая сумма всегда будет в пределах эмиссии. Не больше, не меньше. В пределах суммы всех эмиссий. Понимаешь или не понимаешь? Не, не, я согласен. Общая цифра, она будет константой, да. Они будут уходить в мечтолярий, ну, и мы, как бы, эту константу держим. Все понимают, что общее количество денег, которое эмитировано, в принципе, эмитировано, то есть оно там, допустим, 20 тысяч. Потом у нас денег не хватает, люди прибывают, и мы говорим, мы в мечтолярии эмитируем еще 80 тысяч. То есть теперь, то есть все знают, что сумма, все всегда знают, какая сумма, константа крутится между всеми. Все видят, сколько денег в мечтолярии сейчас, сколько денег в теремке, сколько денег на счетах. Давай обсудим вот этот вот момент. Я все-таки хочу... Мне, подожди, пока тоже не совсем понятен, со временем деньги будут исчезать у людей. Как мы можем... С чего я опасаюсь? То есть как только люди не видят какой-то ситуации или чего-то не понимают, у них, естественно, сразу возникает вопрос. О, нас обманывают. Я не хочу, чтобы там вопрос нас обманывают всплывал, в принципе, в этом сообществе. Это не цель. Поэтому самый простой... То есть если мы говорим, что все М-ки мы заводим только для того, чтобы увеличить количество взаимодействий друг с другом, то пускай все эти взаимодействия и будут видны. Каждый может посмотреть все открыто. Сколько денег мечтали, сколько пришло, сколько у каждого, сколько у людей сейчас на счетах. смысл не в том, чтобы накапливать. Смысл в том, чтобы их оборачивать. То есть, понимаешь, я могу и подарить М-ки. Что мне мешает взять и подарить М-ки другому человеку, просто потому, что мне так захотелось. Я спокойно эту транзакцию делаю. Также я думаю, я хочу, чтобы транзакция совершалась не только от плательщика к получателю, но могла быть осуществлена и обратно. То есть, могла осуществляться и обратно, но при условии, что мы можем обнулять. То есть, если у меня деньги сняли, то есть, я могу редактировать, я могу отменить любую транзакцию со мной в любой момент. То есть, смысл в чем? Если все прозрачно, если вы там наваливаетесь. Ну, это, по сути, принцип биткоина, я понял. Где мы навариваемся? Смотри, вот мы столько, мы столько имитировали, вот столько раздали, смотри, вот они раздали этот-этом, 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 вот столько пришло в Теремок, люди сделали вот такие-то работы, а они вот эти получили, и они их потратили сюда. Все транзакции, все. Вот такой-то был ДМР-эйдж, вот столько-то ушло в Мичтолярье, смотри, ушло. А вот теперь денег вот не было, мы посмотрели, вот это мы раздали всем опять. А вот это, то есть, когда все видят счета у всех, когда все видят все транзакции и могут отменить только одну вещь. Но я могу отменить транзакцию, только связанную со мной. Смотри, вопрос такой. При нехватке эмок, мы в Центробанке можем поменять эмки на деньги? Ну, допустим, условная ситуация. На руках у людей осталось по 100 рублей. Я бы не хотел. А все остальные деньги в банке. Я бы не хотел этого. Но тогда возникает ситуация, при которой мы начинаем химичить, зарабатывать деньги и так далее. То есть, мы, ну, то есть, теремок и мечтолярий деньги не принимаем. Я могу с тобой лично договориться, и я знаю, там, у тебя, допустим, там, 5000 эмок, а у меня нету. Я говорю, Димыч, продай мне 5000 за 1000 рублей. Ты говоришь, хрен тебе, за 10 тысяч рублей. Я говорю, хорошо. И это уже наши с тобой вопросы. Понимаешь? Ты мне переводишь 5000 эмок, а я тебе пишу услугу. За деньги, или я могу, неважно, никто же не знает, что между нами произошло. Я могу написать так, что угодно. Поэтому, если это, ну, то есть, это может быть, но обмены могут происходить только между людьми на деньги. Мы, как банк, не можем принимать деньги. Потому что тогда это возникает вот такая, а, вот они придумали, они хотят навариться. А наши... И синтетические деньги, и прокуратура, и все остальное. Да, 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 и прочие разные штуки. Нет, мы это, ну, мы их называем деньгами. А что это? Это купоны. Это просто купоны, скидочные купоны, которыми мы обмениваемся. Мы можем выпускать скидочные купоны, мы можем ими обмениваться, можем. Баллы, внутренние. Это внутренние баллы. Я могу тебе оказать услугу? Могу. Почему нет? Давай, давай, первоначально запускаем такую ситуацию. В дальнейшем будем ее балансировать. Потому что у нас с тобой сейчас много вопросов, а как оно пойдет на самом деле, мы пока не знаем. Поэтому надо экспериментировать. Да, фиксируем, о чем мы договорились. То есть мы вводим понятие эмиссия в мечтолярий. Это количество денег, которое является константой. Все знают, какая константа. Второе. Мы выдаем деньги по тысяче мечталей, когда человек заходит. Третье. Каждая транзакция имеет константу платежа. То есть стоит определенных денег, меч-эмок, и они снимаются за транзакцию. Это конкретная цифра. Правильно? Дальше. Дисконтируется ежедневно. Со всех счетов уменьшается определенное количество суммы денег. Со всех счетов одновременно. Перетекают в мечтолярий. Они перетекают в мечтолярий. Из мечтолярии они могут только либо имитироваться всем одновременно, либо выдаваться вновь прибывшим людям. Да, либо и эмиссия, опять же, может быть доп. эмиссии. Ну, которая, естественно, отражается. Доп. эмиссии, если все деньги перетекли, ну, все эмки, давай так, не деньги, это не деньги. Уважаемый товарищ майор, это не деньги. Это баллы. Который мы раздаем бесплатно. Который мы раздаем бесплатно. Это наша внутренняя игра. Мы запускаем игру, это баллы, просто баллы. И то, что мы тут называли деньгами, это не деньги, это баллы. Вот. То есть это наши эмки. Ну, в общем, вот, наверное, все, да? Да, и мне стало понятно. Супер. Мне нравится твоя модель. Ну, мне нравится. Есть еще маленько, минута? По магазину давай вопрос. Ну, по магазину, ты знаешь, я думаю, что сейчас самое главное, магазин мы запустим, ну, я уверен, что каждый человек должен сам иметь возможность менять свои услуги, дописывать, менять и так далее. Делать конструктор, ну, изобретать конструктор, это большой геморрой. Поэтому мы воспользуемся обыкновенным нормальным Google сайтом. Сейчас нам продвижение, нам не нужно, чтобы там супер-дупер красиво было, по большому счету. У нас чуть другого будет. Там достаточно функционала, чтобы человек про себя сказал, ну, то есть смог свою услугу описать. Самое сложное и самое важное, это вот сейчас личные кабинеты и движение эмок. Поэтому про санта... Вот, видишь, я как бы хотел это все завязать, то есть я, если честно, пока нифига не делал. Это нормально? Потому что, да, у меня не было у самого, я ходил, думал, много думал, курил, не только думал. Смотри, я, так как ты берешься за это, для меня вот очень важный подход, это твоя самореализация, понимаешь, я вот сейчас, ну, ты чувств, я вижу, ну, моя часть ответственности, общая цель, целостность, но сейчас с мечтолярием эта целостность, она как бы выделилась и переходит на тебя, это твоя самореализация. Поэтому, ну, я задаю общую целостность в виде вопросов. Ты слышишь меня, слышишь меня и предлагаешь свой вариант реализации. По большому счету, ну, вот в этом и есть сила. Ну, в этом и есть сила. И, то есть, в этом смысле, смотри, вообще ни капельки, ни ты, ни я, мы не испытываем вину за то, что чего-то не сделали. Все, что делаем, только в кайф. Вот в кайф делаем. Не идет, не делаем. И вот не идет, не делаем. Потому что... Я тоже так стараюсь. Обязательство убивает желание. Убивает желание. Любое обязательство, как только ты что-то должен, вот именно должен, 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 блядь. Это убивает. Давайте по-другому скажу. Вот то, что ты мне сейчас сказал. Убивает не ответственность, убивает чувство вины. И оно убивает не желание, оно убивает удовольствие. То есть, ну, это чисто нейрохимическое... Я тут послушал одного психолога. Почему мужчина должен быть главным в семье? Потому что, если мужчина должен и ответственен, у него закрывается центр удовольствия. И он не получает удовольствия от того, что делает. Вот. Все просто. Все просто. А так мы мужчины. Наша задачка, наша сила в том, чтобы найти такие взаимодействия и коммуникации, это наша главная задача, при которой энергии у всех добавляется. И есть желание что-то делать. Вот. Это прям, это вызов и задачка. Поэтому я точно знаю, что навязанное обязательство и чувство вины убивает энергию. Поэтому отлично. Как идет, так идет. Ну, как бы, как идет, так идет. Вот. Поговорились? Да. Смотри еще. Вот мечтолярий сейчас, это твое детище. Я изо всех сил, изо всех сил не буду тебе делать, ну, не буду навязывать тебе определенные вещи. Я тебе показал концепцию общую. Моя точка перехода ответственности, ну, как бы, за общую целостность. За общую целостность. Твоя уже перешла. Мечтолярий, он уже твой проект. Но при этом, как бы, это и моя ответственность тоже в том числе. Поэтому я тебе, как бы, задаю вопрос и говорю, смотри, вот такая потребность есть из общей целостности. И ты ее тоже видишь. И ты говоришь, вот так или вот так, или, а как, ну, то есть, вот так вот. И наш сегодняшний бой весь разговор, он выстроен таким образом. Ты удивительно точно чувствуешь, ну, как бы, запрос на мечтолярий и точно схватил саму идею. Нюансы внутренние, ты их сегодня сам придумал и выстроил. И они другие, чем я изначально предполагал. Но ты... Нет, я их просто уже месяц задумаю. Офигенно. Ну, офигенно. Офигенно. То есть, я рад, ну, я рад и счастлив. Вот так, ну, как бы, вот так это, так и должно работать. Вот, поэтому, вину нахер. Творчество и самореализация твоя. Я в ответственности за все то, что ты придумаешь, это и моя ответственность тоже. Я никогда не скажу, что, ну, никогда не скажу о том, что нет, это ты придумал, ты отдувайся. Нет. Все, что ты придумал, это и моя ответственность. Это пропадаешь. А, у нас тут плавает. Денис. Интернет-соединение. А сейчас... Да, я последних секунд 15 не слышал. Сейчас, погоди, 3% осталось. 5 секунд, и мы с тобой сейчас уже будем завершать. Нет, сейчас. То есть наша задача вытащить естественные взаимодействия, которые дают энергию всем. Если мы их вытащим, эти закономерности, и так будем жить, то конечная точка 3 миллиарда человек играют через 30 лет в эту игру по всему миру. Поэтому сразу, изначально, мы закладываем эти принципы. И сами же их следуем и отслеживаем. Окей? Ну, это мы с тобой уже проговаривали. Я это, может быть, больше сейчас на камеру и на тех, кто нас будет слушать. И для истории, товарищ майор. Угу. Теряешься. Самое все важное прям... Да, да что ты будешь делать. А, черт, 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 черт. Сейчас я прервусь и вернусь. Нашелся? Я вернулся? Да. Вот я сейчас на другой интернет переключился. С какого момента меня было не слышно? Когда ты ушел за зарядкой, потом неожиданно повернулся в кадре, что-то произошло, и ты вернулся сейчас. Я вернулся сейчас. Ну, ладно. То есть, мы сами создаем себе эту игру и фан. И интересное дело. Все. Я вот это хотел сказать. И очень важно отслеживать вот этот баланс, давать, брать внутренний. Все. Мне... Давай перейдем к финальной части и скажем друг другу, что было ценного сегодня в нашем с тобой разговоре. Ну, для меня ценное получилось то, что я на какие-то свои гипотезы получил ответы положительные, вот которыми много думал и не получалось до сего момента их обсудить. Вот. Мне кажется, на правильном пути. И желание это все дальше реализовывать. Пока. Я просто не брался это делать в коде, пока не было ясности в голове. Потому что это нужно сначала родить, а потом уже формализовать. Конечно. Конечно. Нет, это очень здорово. Ну, и, видимо, это время, пока я болел, ну, то есть, нужно было вот это вот отстаивание, ну, то есть, дозревание. Я очень верил в то, что условия созревают внутри и снаружи. И когда они внутри созрели и снаружи созрели, все происходит естественно и просто. Не нужно торопить ребенка за 4 месяца, 9 женщин не родят за месяц одного ребенка. Есть естественный ход вещей в мире, я уверен, что это так. Естественные закономерности и внутреннего созревания, и внешнего созревания. И наша задачка понять и выявить эти закономерности и соединить. Вот то, что мы делаем, собственно говоря. По дороге получаю удовольствие и радость. Я тебе очень благодарен. Мне очень нравится схема. Мне очень нравится схема. И я вижу, что ты ее улучшил. Ну, прям улучшил, существенно улучшил. Мне нравится. Берем, я это, Гизелю, спасибо. Гизелю, спасибо. Нет, мне нравится. Прям круто. Хорошее начало. Ну, можно прям, как только у нас появится мечтолярий, не привязанный к сайту. Мы сейчас к сайту не привязываем. Как только появится мечтолярий, сайт мы очень, ну, как бы, мы его прям очень быстро сделаем. Потому что он уже готов. Это просто упаковать и выложить услуги. Вот. Ну, да. И просто указать ссылку на мечтолярий. Ну, а дальше, а, еще очень важный момент. Время у нас закончилось, но очень важный момент. Я думаю, что вход в наше сообщество, а это сообщество, ну, то есть, это сообщество вокруг магазина терем и мечтолярия, будет происходить через поручителей. И выход будет, ну, то есть, у каждого человека должно быть два поручителя. Это важно. Потому что, если к нам зайдет человек в наше сообщество, который вдруг станет, вдруг станет не соосным нам, не с нашими ценностями, и просто у каждого человека должно быть всегда два поручителя. Если это условие входа в сообщество. Два поручителя, знаешь, если честно, ну, я вас всех по отдельности знаю, да, а вместе никого. Ну, вот, я хочу привести человека. Вот, я один могу за него поручиться, ты его не знаешь. Он приходит на тректерем. И знакомится. И знакомится, говорит, вот он я, вот у меня вопросы. Тректерем-то остается, это все взаимосвязанные вещи. Он приходит и говорит, вот он я, вот он я вот такой. И потом, смотри, если, ну, если я поручился за тебя, а ты приводишь человека и говоришь, слушай, я за него поручаюсь, мне нужен второй. Я естественным, ну, естественным образом поручаюсь за него, если ты меня об этом попросишь. То есть, два человека все-таки должно быть, больше не надо, но два человека должно быть поручителей. И люди достаточно легко будут входить. Это как раз люди будут приводить, ну, приводить, приводить. То есть, по сути, можно, скажем так, ну, не линейно, да, а, допустим, я за кого-то поручаюсь, и, в принципе, мой поручитель может поручиться за этого. Конечно, конечно, конечно. Должно быть два человека, ну, просто два человека должно быть. И, смотри, вот в той штуке, которую ты будешь делать с мистолярьями, то есть, должно быть вот это подтверждение. То есть, через какое-то время мне приходит, то есть, я поручаюсь там на месяц, на два или на три, к примеру. Когда срок приходит, мне приходит там уведомление, поручение, ты поручался за человека, поручение заканчивается. Ты подтверждаешь свое поручение, оно всегда ограничено во времени. Стой, мы, получается, делаем, напомню, как называется, ДВС, да? ДВС, договоренность взаимополезного сотрудничества, ограниченное во времени, всегда. То есть, если вдруг приходит человек, и нам не нужно, очень важно, потому что здесь люди могут прийти с искаженной логикой, с искаженной психикой и доказывать нам, что они правы, а все очень просто. Если мы хотим с человеком сотрудничать, мы сотрудничаем. Если не хотим, не сотрудничаем, и все. Без объяснения причин. Без объяснения, вот я просто не хочу, все, я не поручаюсь. Причем, если человек есть, и он находит, если, смотри, если заходит человек, я за него поручился и говорю, слушай, я не хочу за тебя больше поручаться. Если он находит еще двух поручителей других внутри сообщества, окей, он остается. Но просто это уже эти люди, эти люди отвечают за адекватность его действий и поведения. Понимаешь? В чем ситуация? Если у него больше нет поручителей, он автоматически изгоняется. Если за него никто не поручился, то есть у него эти сгорели, он автоматически выходит, его мечтали автоматически снимаются в мечтолярий, дисконтируются до нуля. А может, ну, видишь, если он уходит, он теряет доступ к счету, то есть они, естественно, через какое-то время все и уйдут туда. То есть он теряет доступ к счету. Вот это то, чего мы… И мы сразу на входе говорим, смотри, цель всего сообщества, в том, чтобы мы развивались. И, соответственно, смотри, и это оно, основа сообщества – это доверие, простое человеческое доверие. Оно связывается с тем, что за тебя поручается, через какое-то время нужно подтверждать свое поручение. Если что за тебя поручается, все, окей. Все, и вот таким образом, очень простой способ регулировать все отношения внутри сообщества. Скажем так, нормативное определение, я так понимаю, ты берешь на себя. Да, да, да. Разъяснение и формулирование всего этого. Да, разъяснение, тексты и все, все, все. Потому что, если честно, вот ты мне дал ссылку на сайт, да? О, уже к себе. Там очень много информации, и, если честно, очень лень было читать. Да ладно? Ну, суть… Потеремок. Я просто вот про то, что промечтали, я это вот выхватил. Остальное даже не читал. Ну, ладно. Потому что очень много, и это пугающе, честно. Ну, будем искать такой вариант коммуникации, чтобы было легко и понятно. Главное, что мы договариваемся по сути. Вот это один, ну, главнейший принцип. Мы договариваемся по сути. Ну, я знаю, что тебе нравится каждый раз всем доносить эти правила. Нет, 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 это часть, это очень важная часть. Я и говорю, тебе нравится. Да, да, мне нравится, и это очень важная часть. Я в это верю. То есть, когда люди понимают правила игры, и понимают, как они могут на это влиять, и понимают, что все прозрачно и справедливо, то вот тут и начинает, ну, как бы, магия. Творец. Это гипотеза, конечно, но я в нее верю. Поэтому мы запускаем такую игру. Ну, режимируем. Большое тебе спасибо. Я прям офигенное получил удовольствие от всего разговора. Прямо офигенное. Я сегодня прям, мы сегодня как сильно сдвинулись. Вот, с момента, как появится Мичтолярий и его первая MVP, мы начнем, прям активно начнем выкладывать услуги. Я, блин, думаю, блин, это можно продвигать, это просто уже... Ты знаешь, вот смотри, по услугам, то есть, если Мичтолярий делаем, да, то есть, мое какое мнение, что допилить его до магазина, скажем так, не до магазина, а до доски объявлений, это уже проще. То есть, да, начинаем, стартуем с Мичтолярия, но потом допилить его до доски объявлений, это проще. И вести уже все это на одной платформе. Ну, давай поэтапно. Поэтапно, согласен. Будем смотреть, как оно попрет. Если оно вдруг как попрет, так мы там развернемся, собственно говоря. У нас впереди 3 миллиарда. Поэтому, ну, сейчас уровень минимальный. Ну, и минимальные вещи мы проговорили. Прозрачность, вот эти переходы, отмены платежей, каждый по управлению своим счетом он может отменить. И поручительство, ну, подтверждение на поручительство. Ну, вот насчет отмены что-то пока, ну, для меня пока непонятно. Ну, это недолго реализовать, конечно, но для меня пока не совсем понятно. Ну, это прикольно на самом деле. Ну, смотри. То есть я не хочу, как руководитель команды, ну, капитан команды Терем воплотить людям эмки. Человек пошел, сделал что-то полезное для его сообщества, зашел в Теремок и взял столько эмок, сколько он считает нужным взять за ту пользу, которую он сделал. И это совершенно иная ситуация. А если я... Я тебя понял. Если я считаю, что он охренел, я ее отменяю, и тогда мы договариваемся. Но сумму за сделанную работу человек определяет сам, берет столько, сколько считает нужным, и кладет себе за сделанную работу. И эта информация прозрачна. Все видят. Подожди, а подожди. Вот я внутри команды, и ты, допустим, вне команды. Мы с тобой договорились на какую-то услугу, ты мне услугу оказал, я тебе заплатил денег, потом отозвал платеж. Целиком или частично. Но у нас с тобой была честная договоренность о чем-то, а я взял, как это, подохренел, и отозвал свой пункер. Смотри, ну, просто ты, допустим, мы с тобой договорились, потом ты его отозвал, а потом ты его отозвал. Смотри, самое ценное в этой жизни это доверие. Я тебе звоню и говорю, Димыч, ну, а что отозвал-то? Ну, я же вижу, что отозвал, а что отозвал-то? И вот что ты мне ответишь? Если ты скажешь, Денис, слушай, ну, мы с тобой договорились об этом, а ты меня подвел, твоя услуга не такая, не это, не то, и так далее. Вопрос в том, чтобы нам договориться. И дальше мы передоговариваемся. Договоренность должна быть достигнута таким образом, чтобы всем было хорошо, обоим было хорошо. И не было манипуляций, связанной с обманом, взять деньги и зажать их. То есть любые обмены и договоренности должны происходить так, чтобы у обоих было хорошо. А если у кого-то плохо, он отзывает, и тогда разбираемся. Ну, сейчас, конечно, это ломает мозг маленько. Это совершенно иной подход. И вполне возможно, что у нас, ну, будет арбитр. То есть два человека, ты знаешь, по Фредерику Лалу, если у двух людей возникает конфликт, они разбираются вначале сами, а потом, если не могут, то следующий шаг, они просто зовут кого-то, кому доверяют, и просят помочь разобраться в конфликте. Это очень мощный, сильный инструмент разбора всех конфликтов. Понимаешь, крайний случай, если человек повел себя неадекватно, говорит, да я вот это, смотрите, правда, у меня вот это правда. Понимаешь, со временем, ну, мы, может, ошибаемся, и мы чего-то не знаем. Но человек, который проявляется нам непонятным образом, в принципе, теряет доверие. Терять доверие, в конечном итоге, он выбывает из сообщества. Потому что с ним просто никто не продляет. И в этом сила. Очень простое правило. Ну, по идее, тогда я просто техническими категориями мыслю, и я продумываю различные механизмы, то есть это, по идее, это информирование его поручителей об его косяках. Да, 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 да. Ну, и это важный отчет, потому что в первую очередь, ну, с кого мы спрашиваем, если человек ведет себя неадекватно с нашей точки зрения. Мы говорим поручителю, слушай, такая-то ситуация произошла, мне было неприятно. Ну, или, ну, там, или портнув, то есть, там, вот такая ситуация. Понимаешь? То есть, ну, все просто. То есть, хочешь быть здесь, есть определенные вещи, вот они простые, они на поверхности. С деньгами, ну, то есть, с мечтальями, если вы договорились, в обе стороны можно снимать. И я считаю, что это офигенно. Еще такой вопрос, немаловажный, опять по мечталярию, пока вспомнил. Возможность кредитнуться в мечталярии. Кредитнуться. Ну, смотри, это будет овердрафт, возможно, просто уйти в минусовой остаток у себя. уйти в минусовой остаток, это овердрафт. И следующим поступлением денег он гасится. Я думаю, что минусовой остаток можно предусмотреть до определенного уровня. Процентов на 20 от первоначального, да? Ну, да. К примеру. То есть, минусовой остаток точно можно предусмотреть, а дальше у него нет возможности, ну, то есть, пока у него минус, и он не погасит. А мы будем видеть и понимать, то есть, задача-то в чем? Что если, ну, наша задача найти баланс. То есть, такие вещи, чтобы потоки обмена были максимальные. Честные, справедливые, максимальные. Ну, вот смотри, это кредитование, да? Оно было описано, и оно в ВИР, по-моему, применялось. Там просто при кредите, при кредите, ну, берется определенный процент от суммы. Ну, то есть, надо тебе тысячу мечталиев, да? Ну, условно, 2%. Я бы не вводил. Нет, вот это вот процент. Нет, но, 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 подожди, подожди, я просто описываю, как там у них было реализовано. Берется 2%, ну, по сути, за обслуживание счета, да? И, ну, и как бы он беспроцентный. То есть, для того, чтобы получить тысячу мечталиев, ты отдашь в банк, ну, 2%, ну, 20 мечталиев, получается. То есть, ты должен будешь вернуть тысячу 20. Давай не будем вводить. Не заморачиваемся, да? Нет, не надо кредиты. Брать деньги за деньги, это плохая идея. Ну, это да, это опять сложный процент. Вообще, она, она психологически, она неправильная. То есть, все вот эти кредиты и деньги, давать деньги за деньги, с этого началась задница на этой планете. Согласен. У нас нет. Ну, надо денег, ну, как бы возьми, возьми сколько надо. То есть, ну, уйди в минус. Надо денег, уйди в минус. Вопрос, ну, мы будем регулировать количество этого минуса. Все. Надо денег, уйди в минус. Погаси следующим поступлением. Если, ну, если мы видим тенденцию, что человек реально хочет, может, делает, но у него есть желание, ну, и просто, чтобы цель, если отсутствие денег мешает взаимодействию, мы придумаем ситуацию, при которой, ну, мы будем это разрешать. Вот такая, короче, ситуация. Как с минусового дисконта брать дисконт? Сувердрафта. Ну, так же, минус увеличивается. Минус увеличивается. Ну, да, сумма все равно останется одинаковой. Ну, ты понимаешь, что когда у него доходит до определенного минуса, оно останавливается, уже не снимается. Ну, и у него их нету. Он ждет, пока не будет новой эмиссии или заработка или еще чего-то. или на нуле пока остановимся. Давай остаемся на нуле. Давай на нуле. Нам не надо. Ну, мы усложнять, мы усложнять. Потому что, потому что овердрафт, по сути, ну, мы просто ноль смещаем. Просто ноль смещаем, он, да, просто, да, сейчас мы не вводим его. Ну, ты спросил про кредиты, это я бы не вводил. Мы вводим минимальный жизнеспособный продукт с минимальными наворотами. Но, с другой стороны, мне не мешает ничего занять денег у тебя? Ничего не мешает. Вообще ничего не мешает. Это просто на тот случай, когда к концу цикла просто деньги все перетекут, мечтали о кредитах. Ну, это ближе к концу уже будет эта ситуация развиваться, когда на руках мало денег. Ну, там и другие механизмы. Своим кредитам. Все, забыли. О, не разлипиться мы с тобой не можем. Это мы были в вопросе, что было ценного, и тут же еще докидали важные вопросы. Ну, ладно. Ну, давай уже разлипляться. Там уже пять звонков прилетело. Спасибо тебе большое. Ну, все, тогда пока-пока. До следующего четверг. Пока. Давай.